В редакцию телеканала «Толк» начали поступать угрозы. В телефонном разговоре неизвестный на повышенных тонах обещал расправиться с нами. Если цитировать дословно, прекратите снимать о дешевых сигаретах твари или о восприкончу. Причиной такой реакции мужчина назвал выход серии расследования о продаже в Барнауле контрафактной продукции. Звонок поступил с номера мобильного телефона, зарегистрированного в Алтайском крае. Нами было принято решение обратиться в полицию с просьбой установить личность звонившего и привлечь его к уголовной ответственности. Здравствуйте. А заявление где можно подать? В окно. Заявление написано сразу по двум статьям Уголовного кодекса. 119-е – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. И 144-е – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. На данный момент документы переданы полиции и в ближайшее время сотрудники должны принять решение. В данном случае угрозы, они именно сопряжены с деятельностью журналиста. Поэтому здесь часть третья, статьи 144 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание – это лишение свободы на срок до 6 лет. Но несмотря на угрозы, расследование не останавливается. Нам удалось выявить еще одну точку, где торгуют контрафактными сигаретами. Она находится вблизи нового рынка по адресу улицы Пионеров, 13А. Всего в 400 метрах от отделения полиции по Октябрьскому району. Здесь, что уже привычно, из-под полы продают белорусские сигареты, нелегально попавшие в страну. Несмотря на работу с предположительно контрафактной продукцией, на стекле указаны официальные данные индивидуального предпринимателя, на чье имя зарегистрирована торговая точка. Согласно выписке из Егрипп, мужчина сначала занимался разведением свиней, а в сентябре 2020 года получил разрешение на продажу продуктов, напитков и сигарет. Однако даже при наличии лицензии в магазине продают нелицензированный товар. Если вы знаете, где еще находятся подобные точки, сообщить о них можно по телефону редакции 205-545 или в социальных сетях. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов, Алексей Фризин. День с толком.